В начале встречи глава региона подвел итоги реализации поручений, которые были даны на предыдущем заседании в июне. Губернатор отметил, большинство из них выполнены. Так, на площадке регионального межнационального портала «Народы-33» создана платформа этнокультурных брендов, а детские сады обеспечены методическим изданием «Этнокалендарь Владимирской области». Организован ряд мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства. А в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» четыре муниципалитета стали конкурсантами в номинации укрепления межнационального мира и согласия. Областной центр стал призером конкурса, но часть поручений еще не выполнена. На июньском заседании Совета мы говорили о необходимости приведения муниципальных нормативных актов в соответствии с измененной стратегией государственной национальной политики. И вот хочу подчеркнуть, что эта работа не была проведена в восьми муниципальных образованиях. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов исправить недочеты в короткие сроки, а Департаменту труда и занятости привести в соответствие с концепцией государственной миграционной политики все региональные документы в сфере миграционной политики. А также напомнил о необходимости расширения мер по социальной адаптации мигрантов, в том числе обучении детей-мигрантов русскому языку. Большую работу в этой сфере ведет Департамент образования. В частности, с этого учебного года во всех школах региона родители учеников могут дополнить учебный план предметом «Родной язык». И родители по заявлению, а заявление дается при поступлении ребенка в школу или при переводе родители выбирают свой родной язык, если они считают необходимым дать знания по этому предмету своему ребенку. Вот это очень важный момент, потому что это важнейшее условие, которое ставит, ну, в общем-то, уравнивает всех в правах. Члены Совета ознакомились и с результатами соцопроса на тему межнациональных отношений. В нем приняли участие 3000 респондентов. В целом, состояние межнационального климата оценивается населением позитивно. А в течение последних пяти лет показатели этнополитической стабильности в регионе повышаются. В дальнейшем Совет продолжит работу в этом направлении.